вы решили научиться делать красивые фотографии вы ведь видели в инстаграме как многие делают просто шикарные снимки имея под рукой только лишь телефон и для съемки и для обработки причем без компьютера без ноутбука и каких-либо различных манипуляций фотошопе по обработке фото мы поговорим с вами отдельно а вот с чего начать если вы решили стать крутым мобильным фотографом об этом мы сейчас и поговорим с вами интерактивная фотошкола арт фото life меня зовут серджио и поехали и так ваших руках есть смартфоны вы конечно же уже использовали его в качестве фотоаппарата но качество кадров оставляет желать лучшего и вы так и не можете понять как добиться приемлемого качества ведь у вас далеко не самый плохой смартфон так вот на качество ваших снимков влияет всего две детали и несмотря что их всего 2 они требуют изучения и грамотного использования первая деталь это техническая часть которая свою очередь делится на два элемента это базовые настройки камеры вашего телефона и ситуационные настройки которые должны быть использованы зависимости от конкретных условий в которых вы находите в данный момент времени вторая деталь включает понимание как использовать свет как строить композицию в кадре как выбирать точку съемки эта деталь творческая и мы обязательно поговорим об этом следующих видео в общем подпишись чтобы не пропустить следующий ролик а в этом видео мы разберем с вами базовые настройки вашей камеры в телефоне наливайте чаек берите вкусную плюшку мы хоть и не долго но плодотворно поговорим про самое первое с чего вам нужно начать чтобы овладеть симпатиями ваших зрителей вы часто задаете мне вопрос как снимать на телефон чтобы снимок выглядел как будто его сняли на фотокамеру и для того чтобы этого добиться вам нужно понять что зачастую штатная камера телефона не имеет таких возможностей в принципе и поэтому штатная камера не умеет делать снимки в том формате в котором эти снимки делает фотоаппарат камера телефона снимает формате jpeg зеркальная или беззеркальная камера даже любительского уровня снимает формате raw чем же отличаются эти два формата изображения формат raw это формат на которой не повлияли никакие алгоритмы камеры он остается неизменный именно таким каким бы его сделали нажав на кнопку затвора формат jpeg это формат уже обработанный то есть камера независимо от настроек создает изображение изначально формате raw потом аппаратные программно его мгновенно обрабатывает и сохраняет формате jpeg удаляя raw и raw при этом вообще не сохраняется на первый взгляд сразу после того как вы посмотрите формат raw он выглядит сырым и не привлекательным в то время как jpeg яркий красочный контрастный но мы уже с вами выяснили что его таким сделала программа не вы а ваш телефон и в этой маленькой детали скрывается секрет качества снимка raw формат содержит намного больше информации в цветах цветах тенях в деталях намного больше чем содержит jpeg под этим подразумевается что любой цвет содержит просто громадное количество оттенков jpeg же упрощает гамму и мы эти оттенки уже не видим свет должен содержать в себе всю информацию это когда небо например не белое бесцветное пятно а участок содержащий в себе различные оттенки например серого и голубого а детализация эта возможность получать резкости в мелких средних и крупных деталях как вы уже поняли все лучшее мы получаем в raw файли но не все так плохо с форматом jpeg он от года к году становится все лучше процессор телефона обрабатывают снимок переводяю jpeg все быстрее и картинка с каждым годом становится все качественнее нивелируя разницу с форматом raw компания apple достигла в этом прогрессе наибольших успехов и позволяет вам делать снимки очень высокого качества вот например данная фотосессия снята на телефон apple и вы разглядываете кадры даже не поймете что не сделано на телефон эти кадры нам любезно предоставил фотограф алекс бонд и raw bank не отстают от яблоко и топовые модели компании samsung да и китайские производители такие как редми хонор и другие своих флагманских моделях телефонов достигли большого прогресса и качества в съемке фото и видео и тем не менее пока raw файлы остаются непревзойденными с точки зрения их обработки и достижения наилучшего качества изображения но что делать если у вас далеко не топовая модель у вас есть три варианта решения первый вариант это использовать камеру вашего телефона на полную мощность для этого переходим в настройки убираем конечно же первым делом водяной знак это первое что нам нужно сделать чтобы мы не выглядели полными чайниками выставляете качество наилучшее ставите активным hdr если у вас такое имеется это улучшит детализацию в тенях и светах второй вариант удобный но платный платный но недорогой все по порядку в данном варианте мы откажемся с вами от штатной камеры а будем использовать с вами приложение которое есть и на android и ios который называется pro cam x данное приложение есть в бесплатной версии и в платной бесплатной версии нам уже предлагается меню которая очень похожа на меню фотоаппарата есть возможность мануальной настройки режимов камеры то есть вы вручную можете выставить iso выдержку баланс белого и даже фокусное расстояние которое можно выставить для получения необходимого грипп грипп это зона резкости на вашем изображении но если недостатки у бесплатной версии программы это ограничение размера файла снимка не более 8 мегапикселей и снимает он к сожалению только в джипег платная версия программы кстати стоит не так уж и дорого всего 5 долларов открывает вам дополнительной функции вы можете уже снимать в режиме роу и размер вашего снимка будет максимален по возможностям вашей камеры и если вы собираетесь развивать свои навыки в мобильной фотографии установите мобильный lightroom она также имеет бесплатную и платную версию программы на мой взгляд да и не только на мой это одно из лучших приложений для обработки изображений бесплатная версия программ имеет очень широкий выбор инструментов по обработке ваших изображений вам даже не обязательно платить за платную версию по приложениям по обработке мы поговорим с вами более подробно в следующих видео по мобильной обработки а сейчас я хочу обратить ваше внимание что мобильный lightroom умеет не только обрабатывать фотографии но и расширить возможности вашей камеры зайдите в приложение кликните значок камеры затем выбираете режим профи и вам будут доступны ручные режимы параметров съемки в авто камера сама выбирает параметры в режиме профи каждый параметр выставляется вами вручную самостоятельно но и несмотря на режимы профи в lightroom ваш снимок будет сделан тем не менее формате jpeg и теперь давайте перейдем третьему варианту расширение возможностей вашей камеры телефона это то решение которым пользуюсь я которым пользуются очень многие и многие фотографы которые хотят получать картинку на телефоне схожую с картинкой снятую на камеру и получить дополнительные преимущества при обработке и так третий вариант технически достаточно сложный но зато он абсолютно бесплатный и который не только расширит возможности вашей камеры но и позволит задействовать весь скрытый потенциал вашей камеры и да это установка стороннего приложения не из google play а установка напрямую дистрибутива приложения это приложение называется камера google и она не появилась вдруг ниоткуда она стоит на смартфоне пиксель от google и на сегодняшний день это одно из лучших решений по мобильной фотографии это можно хотя бы понять по массу видео в которых сравниваются возможности камер пиксель и iphone так вот нашлись умельцы которые смогли это приложение достать из телефона пиксель и теперь его можно установить практически на любую модель вашего девайса вот и на моем redmi 8 ноут про стоит камера от google пиксель и для того чтобы установить такое приложение вам нужно постараться найти его в ю тубе или среди телеграм-каналов что же дает эта камера google в сравнении со штатной камерой съемка raw формате более лучшая детализация более широкая гамма цветов и оттенков намного меньше шумов при съемке фото видео в темноте а если у вас телефон такой же как у меня то вам повезло чуточку больше чем другим я по ссылке под видео оставлю дистрибутивчик google камеры вот друзья решения которые помогут вам использовать камеру вашего телефона на весь ее даже скрытый потенциал на всю катушку а в следующем видео мы поговорим с вами какие параметры съемки использовать в различных условиях для того чтобы получать фотографии ничуть не хуже чем кадры снятые на фото аппарат на этом друзья все а если ты впервые на моем канале переходим в инстаграм по ссылке под видео и после подписки тебя ждет подарок набор из моих 20 пресетов pack universal друзья надеюсь видео было полезным а лайк будет лучше для меня мотивации продолжать снимать для вас полезные интересные видео по обработке фотографий желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч